Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня тема нашей программы. Мне радостно ее даже произносить радостно, не то, что говорить на эту тему. Звучит она так. Актуальные инвестиционные идеи в химическом секторе. Вон что. Сразу сколько мне, по крайней мере, приятных слов. Сделаю несколько акцентов. Инвестиционные идеи. Маслом по сердцу. Маслом по сердцу просто. Оказывается, у нас есть инвестиционные идеи на отечественном рынке. Дальше, то, что они актуальны, это еще более радостно. Ну, а потом его узкая специфика. Химический сектор, как известно, не так много идей на отечественном рынке. Именно в химическом секторе. А теперь у нас они, оказывается, появились. Вот на эту тему мы сегодня разговариваем. Уважаемые слушатели, я напоминаю вам, у вас есть возможность присоединиться к нам в прямом эфире. Телефон студии 651099,6. Код Москвы 495. Далее, возможность задать свой вопрос моим гостям, зайдя на сайт финам.фм. Ну, и традиционно для многомиллиардной армии слушателей, клиентов, друзей Финама, зайти на сайт финам.ру и присоединиться к видеотрансляции нашего мероприятия. Кстати, гостям я сегодняшним покажу вот эту камеру. И можно помахать ручкой туда. Помашите, да? Там, собственно, видят нас наши слушатели. Итак, я представляю сегодняшних гостей сегодня в студии. Радик Фазлыев, исполнительный директор открытого акционерного общества Полипласт. Добрый вечер, Радик. Здравствуйте. Денис Никитин, начальник управления рынков капитала, промсвязь банка. Добрый вечер, Денис. Добрый вечер. И Ксения Арутюнова, аналитик. А дальше, Ксения, если можно, сами произнесите, как это называется. Поднимите микрофончик только. А я аналитик рай, ман и горе секьюрити. Вот так. Ну, в вашем исполнении это звучит гораздо лучше, нежели в моем. Ну что ж, давайте начинать. Хотя нет, мы не будем отходить от правил. Сегодня у нас знаменательный день, потому что сегодня день благодарения, как известно, в Соединенных Штатах Америки. Поэтому американские площадки сегодня закрыты. А я, тем не менее, Лена, я нарисую картину маслом. И выглядит она так. Так, 18.06 в Москве. Собственно, вяло текущие торги в течение всего дня. И результаты следующие. Индикаторы российского рынка, ЭТС, чуть ниже Ватерлинии на 0,1%, 1419 текущая котировка. Индекс ММВБ примерно там же, я имею в виду, в процентном отношении. 1402 его текущая котировка. Американцы сегодня не торгуются. Но вчера они точно так же не показали особой динамики. Хотя фьючерс на СИПИ сейчас чуть выше. Да, 0,3% он прибавляет. 1392 его текущая котировка. Далее смотрим на сырьевые рынки и Форекс. Сырьевые рынки и Форекс выглядят следующим образом. Нефть марки Brent 110.92 за бочку. Золото 1731 за унцию. Ну и евро-доллар. Сегодня, кстати, показывает неплохую динамику. Он стремится к 1.29. 2886 его текущая котировка. Что само по себе и неплохо. По крайней мере, это движение. Ну и набор голубых фишек сегодня. Кстати, Роснефт продолжает падать. Минус 2%. Даже сегодня 245 рублей за акцию. Ну, это еще раз повторю. Традиция такая. Ничего мы сделать не можем. Программа посвящена исключительно ситуации на финансовых рынках. И, кстати, наша сегодняшняя тема к этому имеет непосредственное отношение. Ну, а теперь давайте вернемся. Итак, мы говорим сегодня об актуальных инвестиционных идеях в химическом секторе. Ну, и будет первый вопрос. Какая-то новая идея, видимо, созрела, возникла. Давайте, с кого мы начнем? Радик, с вас. Да, ну, я вкратце, наверное, презентую ту идею, которую мы рынку предлагаем. Компания Polyplast, это Ходен, который работает на рынке строительной химии. А именно является лидером рынка добавок бетона. Компания быстрорастущая. С 2004 года вот мы выросли порядка там в 10 раз за 10 лет, грубо говоря. Неполные 10 лет. И для того, чтобы этот рост продолжался, компания стоит сейчас перед таким порогом, когда необходимо вложение в модернизацию, вложение в мощности для того, чтобы обеспечить те идеи, тот потенциал, который мы видим на рынках, на которых работаем. В том числе и за счет того, чтобы, за счет развития действующих рынков. Ну, и у нас достаточно амбициозные планы по диверсификации. Вот, в принципе, такая идея. И мы решили, что одним из оптимальных в текущей ситуации источников финансирования это будет вот как раз выход на публичные рынки капитала. Это может быть, наверное, отвечая на такие вопросы, которые мы получали в ходе нашего текущего ротшоу. Нелогично, непонятно, да? Нелогично, непонятно? Да, да. Дело в том, что... Сейчас не модно, да, IPO затевать, когда нужны деньги? Я бы сказал, что это мягко говоря. Неактуально. Совершенно верно. Но компания так привыкла уже идти, наверное, против рынка. Когда-то мы, когда размещали после кризиса облигационный заем, это, по-моему, был... Какой год-то? 2008-й? Нет, нет, по завершению, в 2010-м году мы выходили. Первая компания третьего шоуна, которая разместила облигационный заем, причем с оферты там полтора года. Вот, многие тоже скептики говорили, что это нереально. И сейчас мы решили исходить не из текущей рыночной ситуации, да, а из потребностей компании, из оптимальных источников финансирования для нас. Конъюнктура такая, какая есть, и, возможно, это новая нормальность, в которой приходится нам существовать, в которой приходится работать. Делаем ставку на качество компании и вот на наши усилия при размещении. Денис, присоединяйся, потому что действительно вопросы... Ну, правильно, как говорил Радик, мягко говоря, сомнение все это, вот даже у меня сейчас, мягко говоря, это вызывает сомнение. Именно в нынешние времена, именно в нашей вот, в текущей конъюнктуре рынков в целом даже. Я не говорю вообще о нашем рынке, потому что он там вообще специфичен очень, да. Денис? Ну, в общем, да, ситуация непростая, но никто не даст гарантии, что в следующем году, в начале следующего года или в середине она будет лучше. Никто не говорит о том, что она была лучше, что мы упустили какую-то возможность. Но если ничего не делать, то ничего и не будет. Поэтому мы вместе с компанией готовили сделку, наверное, начиная с весны текущего года. Она была готова с точки зрения документации к осени. И, в общем-то, мы не стали задерживать ни себя, ни компанию, решили попробовать выйти на этот рынок. Не скрою, для нас это определенное тестирование рынка, но с теми фундаментальными показателями компании, с тем ростом, с теми цифрами, с которыми мы выходим к инвесторам, у нас есть определенная уверенность в том, что это история успеха, бесспорно. Вопрос интереса инвесторов к формату именно российского IPO, в общем-то, это то, что нам предстоит протестировать. Вы на что-то наверняка уже обращали внимание в ближайших перспективах, недавних перспективах, примеры какие-то были? Ну, на российском рынке... Сопоставимых, например, по размерам вряд ли, да. И дело в том, что, опять-таки, возвращаясь к рынку, мы сейчас уже принято, да, в нашей команде, вот, те, кто работает по IPO, это Рейман Гор, промсвязь, Финам. Мы непосредственно, мы уже говорим не о том, чтобы найти спрос на акцию компании, а найти доверие, найти доверие, вот, в необходимом объеме, чтобы разместиться, потому что, вот, как притча в языцах есть на строительном рынке, да, качество, вот, строительных материалов, по имени цемента, щебня, песка, так и здесь на рынке инвестиционной такая притча в языцах, когда у людей деньги есть, но тратить страшно, вот, поэтому мы такую ставку еще при своем продвижении делим на личные продажи, очень много ездим, общаемся, рассказываем, как бы, чтобы люди видели менеджмент, понимали то, что мы в этом бизнесе живем, а вообще, если вот о компании говорит тут, ну, самое, наверное, раннее, что вот из топ-менеджмента, то есть с 2005 года люди работают в компании, контракты все длинные, все этим делом горят, верят, и вот, скажем так, и мы в эту идею тоже верим и горим ей. Это очень здорово, но мне кажется, действительно, вот, главная проблема в этом, то есть деньги-то есть, но в нынешних условиях дело даже, можно не переходить на персонали, что называется, да, речь не идет ни о полипласте, ни о ком другом, речь идет о том, что инвестиционная сейчас, инвестиционная активность минимальна, потому что есть проблемы гораздо более глобальные, вот, и один из способов, да, Радик, я так понимаю, вы вот неким таким личным капиталом пытаетесь это дело сдвинуть. Совершенно верно, ну, это первый момент. Второй момент, когда непосредственно находишься вот в этой системе продажи, предложения, там, общения с инвесторами, да, поиски доверия, правильнее сказать, ты лучше чувствуешь рынок и вот эти вот чаяния вене, это, знаете, как вот, когда стена кирпичная целиком, да, ее сложно столкнуть там плечом, да, чтобы она упала, вот, от кризисной доверия, а когда ты понимаешь, что конкретно людей беспокоит, какие там, ну, может быть, это фобии, да, может быть, это аргументированные риски, а по кирпичику, по кирпичику это можно разбирать, да, и эту стену разрушить. Ну, в частности, допустим, многих инвесторов волновал вопрос, чтобы не было там, как вот были такие IPO народные, да, когда акция там проваливалась. Ну, мы не будем их вспоминать. Да, 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 совершенно верно. Мавитон у нас такой. Здесь у нас конкретные предложения по этому поводу, есть с точки зрения, ну, во-первых, мы не в том рынке размещаемся, да, чтобы там пенки собирать, и цель-то компании как раз... Радик, я прошу прощения, я на секунду привью, Ксюша, буквально два слова каких-то скажи, потому что все 15 минут сидишь, молчишь. В общем, я считаю, что стоит разделять умеренный оптимизм, менеджмент по поводу перспектив полипласта, более того... И сейчас я тебя прерываю, потому что нам надо послушать новости на Финам ФМ, а потом начнет Ксюша, хорошо? Итак, продолжаем наш сегодняшний эфир. Уважаемые слушатели, я напоминаю, на Финам ФМ сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем тему, которая звучит, еще раз повторю, позитивно, на мой взгляд, актуальные инвестиционные идеи в химическом секторе. Представлю, еще раз представлю моих сегодняшних гостей. Это Радик Фазлыев, исполнительный директор открытого акционерного общества «Полипласт». Это Денис Никитин, начальник управления рынков капитала «Промсвязь банка». И это Ксения Рутюнова, аналитик «Райман» и «Горсекьюрити». Правильно я сказал, Ксюша? Отлично. Отлично, слава богу. Так, уважаемые слушатели, я вижу вашу активность. Тем не менее, напоминаю, звоните, пишите, присылайте посылки, бандероли. Мы с удовольствием все это дело получаем и отвечаем на ваши вопросы. Телефон в студии 651099, 6, код Москвы 495, далее финам.фм, далее финам.ру. В общем, больше я, наверное, сегодня уже это напоминать не буду. И мы с удовольствием слушаем Ксюшу. В общем-то, я считаю, что полипласт – это действительно уникальная история на рынке стройхимии, если говорить об этом. Поэтому не стоит проводить несправедливые параллели, сравнивать с менее успешными IPO на российском рынке. Нет, нет, ни в коем случае. Вообще не надо сравнивать ничего, конечно. Да, это новая история. Хотя, с другой стороны, смотри, а если мы сравнили, допустим, с Фейсбуком каким-нибудь? Ну, это приятно же сравнить. Ну, приятно, конечно. Хочется более позитивной динамики. Вот, вот, вот. Пусть мы не Фейсбук. Но мы не рухнем потом, да? Нет, мы не рухнем. И более того, я считаю, что у полипласта есть отличная стратегия. Это доступ к двум динамичным рынкам, по сути. Это строительный рынок и химический рынок. Потому что на химическом рынке можно говорить о минеральных удобрениях. Но это свои драйверы роста. Можно говорить о нефтехимии. Тоже отдельная история здесь. Здесь мы имеем перед собой абсолютно другой кейс. Это как раз сразу два в одном. То есть идеи два в одном. Извини, пожалуйста. Вот так я представлю. На отечественном рынке химический сектор представлен достаточно слабо. Да. То есть идей особых нет. Вот есть одна, есть Уралкалия, есть еще одна. Фасагра. Вот, например. И все. Но, опять-таки, если копать вглубь, это исключительно химический сектор. Специальный удобрение и так далее и тому подобное. А строительной химии нет совсем. То есть получается, мы предлагаем нашим уважаемым соинвесторам некую новую фишку. Причем фишка сейчас не в смысле голубая, хотя я думаю, что со временем она наверняка... Мы будем к этому стремиться. Да, 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 окажется. Именно фишка. Очень часто, вот когда коллеги в эфире сухого остатка, мы общаемся, да. Ну, понятно, опять я, извините уж, вернусь к тому, что рынок, вот он такой сейчас. Ну, никуда от этого не делся, сейчас весь мир такой. И как раз фраза-то звучала неоднократно, я имею в виду от аналитиков. Ищите интересные идеи на рынке, да. Голубые фишки не дают сейчас прибыли, не дают прибыли, вот, так сказать, мажоры, что называется. Ищите интересные идеи второго, третьего эшелона. И вот сейчас мы говорим именно об этом, что такая идея есть или может появиться. Я правильно понимаю, Ксюша? Конечно. Более того, мне кажется, она интересна тем, что нету аналогов, да. То есть, если, опять же, мы посмотрим на строительный рынок, да, второй рынок, скажем так, полипласта. Здесь все время происходит выбор между двумя или тремя девелоперами и портфельные управляющие. Ломают голову эта бумага, та бумага здесь. Ломать не надо голову. Здесь есть лидер рынка, который предлагает инвесторам разделить успех этот на этом интересном рынке с ним. Молодец, умный. Вот смотрите, вот что значит девушка? Как вообще, чем он обозначил, да? Ведь мы что предлагаем вам, уважаемые слушатели, разделить успех, не больше, не меньше. Совершенно. Дело в том, что даже не стоит бояться этого рынка. Мы смотрим на него очень позитивно, в каком плане? То есть, мы можем предложить рынку что-то новое, интересное. Действительно, в отсутствии аналогов, это может быть эксклюзивным. Вот об этом речь-то, да. Я бы еще сказал, что идей-то очень много. Только все идеи там в химии, будь то или в других интересных отраслях, они уходят в частный сектор. То есть, эти сделки делаются не публично. Кто-то заходит, какой-то инвестор правит equity фонды, получает свои доходности. И все это, как говорится, фишка здесь в том, что мы выносим эту идею, мы выносим идею, в общем-то, аналогичную той, в которой интересно правит equity фондом, на публичную площадку. Мы предлагаем всем поучаствовать, каждый инвестор, частный инвестор, asset management, фонды, пожалуйста, заходите. Есть понятная площадка, есть понятная площадка для дискуссий, для обсуждения, для торговли. Кстати, извини, давай мы, собственно, обсуждениями-то и займемся, у нас есть звонок, поэтому послушаем. В эфире, Роман, добрый вечер, вы в эфире говорите. Да, здравствуйте, ну у меня вопрос такой к уважаемым экспертам в студии. Вот вы говорите про химию, да, но агрохимия как бы тоже, да, сюда относятся. Вот, и как бы известно, что среди российских компаний агрохимических холдингов, да, там, ФосАгро IPO прошел там в Алкале, и, по-моему, все, если мне не изменяет память. Вот, и, в принципе, вот с точки зрения именно потребительских свойств продукции агрохимии, да, она всегда востребована, и, по идее, в кризис, и в любые какие-то такие отрицательные, скажем так, внешний фон, если это присутствует, то, по-хорошему, туда можно, как бы, инвестировать именно в такие моменты. Но почему-то этого не наблюдалось. Роман, Роман, что даже не наблюдалось? Вот у нас недавняя история кризиса восьмого года. Вспомните, да, как вели себя даже названные вами бумаги. Названные им тогда ФосАгро еще не было. Ну, значит, вот о Уралкале можно вспомнить. Ну, Уралкале его очень сильно мотало. Мотало его, но, тем не менее, потом его подбирали, и он вырос за... Ну, хорошо, тогда вопрос очень простой. Какие перспективы вот именно удобренческих, да, фондингов? И, в принципе, какие планы, я просто сейчас не особо слежу, есть ли какие-то размещения ближайшие, да, вот аналогичных предприятий на биржах? Спасибо, спасибо, Роман. Ну, Ксюша. Ну, что касается минеральных удобрений, то здесь свои драйверы, можно говорить о росте населения при снижении площади пахотных земель, да, то есть это своя тема у полипласта. Другие абсолютно драйверы, я бы не стала их ни в коем случае проецировать, у полипласта я лично вижу несколько драйверов. Первый – это рост строительного рынка. Второй – это рост проникновения того продукта, который предлагает полипласт в строительном сегменте. И третий – это рост нестроительного сектора, опять же, в котором полипласт оперирует. Как вы видите, это абсолютно разные химические предприятия, и сравнивать я бы их не стала. Что касается других IPO, как я уже говорила, полипласт – это лидер рынка, следующий конкурент отстал далеко-далеко от полипласта, и, наверное, вероятно, что они выйдут на IPO через два года, ну, равна одному проценту. То есть пока, я думаю, полипласт может в полной мере наслаждаться вниманием инвесторов к себе. Лидерством, лидерством. Так, значит, вопрос резонный, он наверняка интересует и наших слушателей. Какой объем денег вообще собирается привлечь? Ну, понятно, что по каким-то наброскам пока еще. Ну, компания планирует привлечь порядка миллиарда рублей, и все деньги мы планируем как раз оставить компании на развитие, на инвестиционную программу, которая у нас, если говорить в целом, расписана на ближайшие три года, 13, 14, 15, и порядка трех миллиардов рублей составляет. Это, во-первых, прежде всего, модернизация увеличения мощностей, развитие и укрепление канала сбыта, и, безусловно, это вложение в развитие в науку. Сейчас мы очень серьезное внимание этому уделяем. У нас есть, собственно, научно-технический центр, их даже несколько на каждом заводе есть, научно-исследовательские такие небольшие отделы. Вот, и в этом направлении мы продолжаем двигаться. Это то, что нас двигает вперед, помогает нам минимизировать риски, диверсифицироваться, и вот тот конек, который нас везет вперед. Да, деньги полностью в компанию, это доп.эмиссия, ну, прозрачнее не придумаешь, дополнительное размещение акций по подписке, полный кэшин. Ну, возвращаемся опять к разговору, ну, к ответу на вопрос нашего слушателя и к разговору, который, да, Ксюша как раз озвучивала. Перспективы развития химической отрасли в целом, если смотреть с точки зрения рыночной, а перспективы развития химической отрасли вот в сегменте строительства. Ну, про сегмент строительной химии могу сказать, что перспективы у него весьма неплохие. Драйверы Роса, безусловно, строить будут, строить надо, в этом способствует и, там, пресловутая низкая обеспеченность жильем, это изношенность институтурного фонда, необходимость строить промышленные объекты. Это раз. Плюс возрастают требования к возводимым объектам, возрастает квалификация строительства, и строительная химия все глубже и глубже проникает во все области строительства, позволяя строить более качественное, более экономное и более, ну, интересное жилье, интересные объекты. Ну, то есть, об отрасли, да, то есть, у нее перспектива очевидная. И в этом смысле мы можем, так сказать, с уверенностью говорить, да, что подобный инструмент инвестиционный уже будет пользоваться спросом. Вы знаете, я еще хотела бы вернуться к вопросу все-таки про кризис. Я думаю, он всех сейчас волнует. Мне кажется, что полипласт, в принципе, может быть даже защитной бумагой с точки зрения того, что у компании есть опыт эффективного антикризисного управления. И я думаю, сейчас Радик расскажет про это, что у компании большая экспортная составляющая, да, которая оказывает поддержку рентабельности бизнеса компании в такие тяжелые времена турбулентности, да, в экономике за счет курса, потому что сырье российское, а продукция полипласта идет на экспорт, да, поэтому вот я просто хотела бы еще раз вернуться к сомнению. То есть мы можем захеджироваться еще, да, в этом случае? Ну так, да, в принципе, можем. Но в какой-то степени действительно инвесторы, которые будут участвовать в нашем размещении, могут считать себя защищенными, в той части, что вот, ну, если обратиться к истории кризиса, там, 8-9 года, продолжающегося, когда строительная отрасль очень существенно просела, там, порядка 40%, а рынок добавок просел даже слегка глубже. Вот мы активно переориентировали продажи на экспорт, и за счет того, что продукт качественный, востребованный, мы прошли, по-моему, год с падением выручки порядка 5%, то есть без каких-то серьезных провалов, а если говорить о маржинальности по EBITDA, это был даже скачок, который сейчас мы объясняем, почему вот, достигнув такой планки, она стабилизировалась теперь на каких-то средних уровнях. Возвращаясь к вопросу Романа о химии, да, о, там, агрохимии, вообще рынок таков, что появление на рынке хотя бы одной компании приковывает интерес инвесторов к сектору в целом. Вот не было Фосагра, никто не говорил о, там, определенном сегменте, да, рынка, там, агрохимии, да. Сейчас эта бумага есть, и можно говорить о том, защитный это актив или незащитный. Ну, кстати, вот, я не, Ксюша, согласен-то, что она может с защитным... Да, разумеется. Ну, тем более, что компания продемонстрировала свою устойчивость к кризисным явлениям, да, есть определенный... Георитм, который реализуется в случае, если рынок строительства начинает стагнировать, да, поставки на Россию сокращаются, да, есть огромный экспортный потенциал, который можно реализовать. Угу. Да, то есть вот она, да, основная защита, что называется, да, если говорить о структуре компании. Хорошо, значит, мы сейчас традиционно с вами послушаем новости на Финам.ФМ, а мы продолжим этот разговор. Итак, продолжаем разговор в эфире Финам.ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодняшняя тема мы обсуждаем химический сектор, прежде всего, и возможность появления новых институционных идей. Сегодня как раз она связана с открытым акционером обществом «Полиплас», который готовит размещение, публичное размещение на московской бирже. Кстати, вот мой вопрос будет касаться следующего, да, публичное предложение, публичное размещение «Полиплас» состоится на рынке инноваций инвестиций московской биржи. Ну, что-то об этом попадаем, Дим. Прости, Денис, можешь рассказать, да? Что это за площадка такая? Ну, в общем, площадка выделена ММВБ, московской биржи, для, как бы, интереса, да, фокусирования интереса инвесторов к компаниям с высоким потенциалом роста. То есть это инновационные, быстрорастущие компании. И для нас, ну, компания получает приставку с индексом «Ай» к котировкам. В общем-то, наверное, с точки зрения инвесторов, да, разницы никакой нет. Дело в том, что просто это компания малой капитализации с высоким потенциалом роста. Ну, с точки зрения инвесторов ты имеешь в виду, что это такая же бумага, которую можно рассматривать, да, в качестве… Да, да. Просто вот это появилась буковка «Ай», и какой-то, ну, я бы сказал, неискушенный инвестор, да, он может напрячься немножко. Что это за «Ай» такое? С точки зрения тех компаний, которые уже обращаются, полипласт, безусловно, стоит особняком, потому что это не венчур, это устаёвшийся бизнес, который имеет историю, который генерирует выручку. Но одновременно с этим есть понимание новых сегментов рынка, которые представляют из себя абсолютный гринфилд. То есть тем же самым продуктом выход на новые рынки сулит очень высокий темпы прироста в ближайшую пятилетку. Всё это закладывается в модели и, в общем-то, позволяет нам рассчитывать на размещение по более высоким мультипликаторам, чем компании, которые торгуются на основной площадке. Ну, на самом деле, в слове «инновационный» вызывает некую иронию, как правило, у инвесторов, мне кажется. На самом деле, действительно… А что такое инновационный, кстати, Ксюша? Ну, вот я бы хотела опустить этот тонкий момент, скажу честно. Но, на мой взгляд, полипласт как раз абсолютно прочно стоит на ногах. Просто компания показывает высокие темпы выручки, при этом при абсолютно достойной рентабельности, да, что сразу выводит её, ну, действительно, в бумагу фундаментально привлекательную, а не интересную за счёт каких-то там спекулятивных драйверов. Или за счёт… Инноваций. Инноваций. Вот опять к этому, да. То есть я соглашусь, конечно, Ксюшей, что в большинствах умов, да, ну, простых сограждан или тех, кто занимается инвестициями, всё же, там, не слишком профессионально. Слово инновация, оно, скорее, пугает, да, нежели, наоборот, заставляет, да, двигаться вперёд. То есть инновационный – это, знаешь, какой-то неустойчивый, какой-то непонятный, ещё не сформировавшийся. Это вот только… Вообще с инновациями строительства нужно быть очень аккуратным. Это не, там, какой-то iPad, да, если он сломан, то понятно, что он сломан. Если что-то там перемудрился с инновациями в каком-то строящемся, ну, там, здании, в объекте, да, это может выскочить через несколько лет очень серьёзными разрушениями, если, допустим, тот или иной продукт агрессивно относится к арматуре, то же самое, да, или не выдерживает, там, определённое количество циклов заморозки-разморозки и так далее. Вот, поэтому для того, чтобы быть инновационным, в частности, вот, на строительном рынке необходима как раз серьёзная поддержка науки, и здесь мы сотрудничаем очень честно со всеми профильными институтами, транспортными, вот, те, кто занимается непосредственно проектированием атомных станций и так далее, ну, всеми вот этими нишевыми институтами, которые нам помогают, во-первых, оценивать наши добавки с точки зрения их применимости и рекомендуют нас применять и помогают нам понимать, в каком направлении надо двигаться для того, чтобы вот развивать свою товарную линейку. Ну, вот помимо того, что мы нашли всё-таки, да, очевидные преимущества, да, очевидные преимущества компаний, которые занимаются инновацией, ну, действительно, в этом ничего плохого, ругательного-то нет, ну, как всегда, всё новое у нас приживается достаточно долго. Хотелось бы ещё вот о чём спросить, Радик. Государственная поддержка, ну, и вашего бизнеса, и той идеи, о которой мы говорим, она присутствует, насколько она существует? Ну, мы, наверное, не такие большие для того, чтобы государство серьёзно заботилось о нашей поддержке. Для нас очень важно... Ну, не вас конкретно, сектор в целом. Да, для нас очень важно, чтобы она поддерживала строителей. А вообще от государства мы ждём, прежде всего, чтобы, ну, как можно более редкой смены правил игры. Да, то есть, вот чему подвержен, допустим, строительный рынок, приходит там новая, там, губернатор или ещё кто-то, да, там, пересматриваются одни и другие контракты. К этому, конечно, строительная отрасль очень чувствительна. А так, в целом, бизнес России не избалованный, а главное, вот, ну, не навреди, да. То есть, остальное мы делаем обычно сами. То есть, работаем, развиваемся и двигаемся. Да, проблема очевидная, да, проблема вот невмешательства, наоборот бы, да, не то, чтобы помощи какой-то, невмешательства государственных структур, она во многих отраслях актуальна, к сожалению. Ну, и здесь не исключение. Насколько вы уверенно смотрите с точки зрения конкурентноспособности вот вашей компании, прежде всего? Дело в том, что вот рынок добавок, он достаточно специфичный. И специфика там в том, что вот если взять рынок, там, наверное, сухих строительных смесей, например, да, там продукт стандартизированный. Его можно, там, спокойно продавать, там, в супермаркете, там, да, типа АБИИ, ну, и так далее. Вот, и, как бы, ну, и покупатель его будет покупать. Если говорить о добавке в бетон, то это продукт, требующий внедрения и сопровождения. То есть, ее нельзя продавать там. Во-первых, составы очень часто бывают разные по конкретному потребителю, да. Во-вторых, решения у всех бывают многогранные. То есть, кому-то нужно, там, замедление одно, кому-то другое, да, ускорение, твердение бетона. То есть, решаем конкретные задачи потребителей, и поэтому здесь очень важно быть близким к потребителю. И, понимая это, мы достаточно серьезно расширили свою географию присутствия. В России порядка 40 точек присутствия. Если говорить об СНГ, там, ну, покрываем вот Украину, Белоруссию, Казахстан, сетью представительств. И находимся непосредственно рядом с клиентом, помогая ему, как раз, решать задачи, которые перед ним стоят. Вот возвращаясь к теме инноваций, мы даже говорим сейчас, что мы не решаем задачи, а программируем бетон. Когда нужно, допустим, добиться на какой-то момент времени замедления, схватывания бетона, да, а через какой-то момент он начинает твердеть достаточно быстро, чтобы можно было снять опалубку и строить дальше. Ну, вообще, конкуренцию ощущаете вот на этом рынке? Конечно, конечно, конкуренцию ощущаем, и есть у нас хорошие конкуренты, которые двигаются достаточно системно, это в том числе импортные производители. Вот я хотел сказать, это только наши компании, российские? Импортные производители такие, которые именно вот приходят на рынок этот системно, строят определенную сеть представительств, внедряют свою продукцию. И спасибо им, что они есть, мы от этого становимся. То есть, благодаря таким, да, мы постоянно находимся в тонусе, постоянно развиваемся. То есть, конкуренция имеет, да, чьи-то преимущества. Придумаем новые способы продвижения, в частности, вот во многом вопрос потребления добавки связан с тем, что насколько ее умеют потреблять и понимают эффект, необходима просветительская работа для того, чтобы вот реально продукт покупали. Для этого буквально там в каждой области России два семинара в год, конференции строительные проводим. То есть, ведем вот именно такую планомерную работу по внедрению. Вот этим преимуществом. То есть, с одной стороны, да, вы говорите непосредственно о том, что вы из себя представляете как компанией, да, которая нацелена на потребителя, прежде всего. А с другой стороны, это вот в рамках известных событий, это будет тем самым подспорьем. Ксюша, Денис, к вам вопросы. Ну, я хотел маленькую ремарку. Давай. Может быть, это четко не прозвучало, ради как-то, наверное, хвалить себя не очень красиво в эфире. Но все-таки компания стабильно занимает больше половины рынка российского. И есть потенциал, то есть, это 50, 51, 52 процента. Ну, это серьезные цифры, это даже не похвальба, я бы же сказал, да. Такие вещи надо вот на флаг обычно вывешивать. Ну, я попытался. Больше 50 процентов рынка, это серьезно. Так вот, к вам, Ксюша, к тебе, к Денису, прежде всего вопрос. Смотрите, вот это, ну, я бы, наверное, не сказал прецедент, не называл бы это прецедентом. Это, тем не менее, все-таки такой героический шаг, да. Вот то, о чем мы сегодня обсуждаем, это выход на рынок непосредственно. Может ли это быть прецедентом для кого-то другого? То есть, компании небольшой капитализации, да, вот, условно говоря, не так популярны, да, не так на слуху, тоже задумаются о том, что в этом есть смысл, в этом, главное, что это сработает. Я считаю, что да, я очень надеюсь, что мы увидим действительно интересную историю успеха, потому что малая капитализация, это всегда такой болезненный выбор между IPO и между привлечением прямых инвестиций, преференции, наверное, на стороне прямых инвестиций, и поэтому хотелось бы, конечно, посмотреть на то, что хороших результатов можно достигнуть, привлекая более широкий пул инвесторов. Я думаю, что это будет таким хорошим маячком и сигналом для других компаний. В этом случае мы заинтересованы, да, Денис, говори? Для нас самих это определенный индикатор, да, то есть я уже сказал, что мы как-то тестируем рынок с этим выпуском. Если это получается, ну, значит, здорово, значит, это определенный зеленый свет для компаний и для банкиров, тем, чтобы заниматься этим бизнесом. Вот, вот я об этом хотел сказать, да, то есть в этом случае, да, Радик, ну, я еще не знаю, насколько это корректно прозвучит, ваш адрес, но у нас такой эксперимент, получается, у вас, точнее. Лабораторный экспонат. Да, 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 такой эксперимент. Если действительно в нынешних рыночных, извините уж, я о своем все, в нынешних рыночных условиях, все прекрасно понимают, так как нелегко сейчас, да, и уже устоявшимся этой компанией на рынке находиться. В нынешних рыночных условиях, тем не менее, находятся силы, находятся энтузиасты своего дела, которые пытаются, да, подобные предприятия все-таки еще и вывести на рынок, конечно, это героический труд, и тем более, если это получается, то на это надо и смотреть, это нормально. Хорошо, значит, еще один вопрос у меня, вот какой. Ну, хотя, наверное, ты два слова уже об этом сказал, и тем не менее, все-таки задача, какие задачи, понятно, прежде всего, это, так сказать, привлечение инвестиций, да, вот, не путем прямых инвестиций, а этим сложным, какие задачи все-таки решаются, помимо этого еще? Ну, дело в том, что данные пьемы вообще рассмотрим как промежуточный этап, наши планы куда длиннее. Куда глобальнее. Куда глобальнее, да. Жизнь не останавливается, и, знаете, занятие вот именно бизнесом, таким фундаментальным производством, оно стимулирует тому, чтобы смотреть, ну, не на год, не на два вперед, а гораздо дальше, потому что все-таки цикл от момента, когда ты принимаешь решение или видишь идею, да, и реализуешь ее уже в железе, когда начинаешь получать от нее доход, он ни год, ни два длится. И поэтому вот этот IPO мы видим как промежуточный этап, промежуточный шаг, который профинансирует нам, поможет профинансировать нам рост на ближайшие три года, а в дальнейшем мы планируем уже более серьезное размещение, СПО, возможно, это будет Россия, будем смотреть, возможно, это будут иностранные рынки. И уже, скажем так, более глобально, более серьезные суммы, когда компания уже добьется определенных результатов, планируем привлечь более серьезные ресурсы для того, чтобы получить дальнейший толчок. Вообще, наши планы глобальные, это стать таким производителем строительной химии, ну, с мировым именем. Это здорово. Тюш, помечтаем немножко, если это можно. Вот если все, о чем говорил сейчас Радик, реализуется, то можно рассматривать, например, возможность размещения где-нибудь на лондонской фондовой бирже или на Найси? Да, почему нет? В принципе, у иностранных инвесторов есть интерес к российскому фондовому рынку. Опять же, возвращаясь к текущим условиям, конечно, это такой интерес, что вроде и хочется, а вроде и очень страшно, но да, я думаю, что, опять же, доступ к двум рынкам сразу, то есть и химия, и стройка, он должен привлечь внимание и иностранных фондов, и мне кажется, что это интересная идея. Ну, на момент для нас задача сейчас написать такую success story на российском equity capital markets, наверное, может быть, даже вопреки тем практикам IPO, которые были в России, которые показывали не очень уверенную динамику, за не исключением, может быть, нескольких примеров, и продолжить ее каким-то SPO на российской или на иностранной площадке, тем самым... То есть вы об этом все-таки даже сейчас уже думаете? Мы об этом думаем, потому что, ну, как бы, несем идею с тем, что найти людей, которые разделят с нами веру в бизнес полипласта, веру в то, что менеджмент принимает правильные стратегические и тактические решения, войти сейчас на текущей стадии в текущем цикле жизни компании, да, и всеми вместе к 2016 году заработать. Это здорово. Это здорово. Ну, сейчас послушаем новости на Финам.ФМ, а потом поэтом... Итак, продолжаем, обсуждаем актуальные инновационные идеи в химическом секторе в эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Радик Фазлыев, исполнитель директора открытого акционера общества Полипласт Денис Никитин, начальник управления рынков капитала, промсвязь банка и Ксения Арутюнова, аналитик Райман Игор Секьюритис. Итак, друзья мои, вот такой вопрос, Ксюш, тебе, наверное, прежде всего, как к аналитику. То, что вот, дай бог, случится сейчас с Полипластом в химическом секторе, в химической отрасли, может ли расширить вообще спектр предложений на бирже вот в этом сегменте? Вообще, я считаю, что в текущих условиях инвесторы, в принципе, очень ждут позитивных новостей и каких-то благоприятных сигналов, поэтому, в принципе, успех одной компании в определенном мере раскачивает весь сектор. Поэтому даже, грубо говоря, конкуренты за внимание инвесторов, их захлестывает позитивной волной, если такие истории успеха случаются, поэтому в химической отрасли сейчас есть нехваток инвестиционных идей, наверное, как в любой, поэтому мне кажется, что успех Полипласта бы мог привлечь и другие компании, по крайней мере, задуматься над тем того, чтобы привлечь средства именно в ходе IPO, а не работать с крупным стратегом, который неминуемо будет вмешиваться в операционной деятельности. — Ну, это нормально, а то он и крупный стратег, да, Денис? Ты как видишь вообще развитие отрасли-то? — Ну, если говорить про рынки IPO, то, наверное, если мы вспомним 2000-е годы, то об IPO не говорил только ленивый, каждый владелец нескольких там торговых точек говорил, что у него торговая сеть. — Торговых палаток, вот так называлось раньше. — Да, да, да. — Это так смешнее просто. — Да. Говорил о том, что у него есть там в пятилетнем горизонте или в десятилетнем горизонте планы по IPO. После того, как аналитики и двезбанкиры в голос говорили о том, что перспектива этого рынка огромная, и вот-вот-вот-вот у нас будет бум IPO, как в Америке, в Китае и прочее. Но время шло, и этот бум все никак не наступал, в то время как Китай проводил достаточно существенное размещение. Размещения на российском рынке носили единичный характер, внутренних размещений было меньше, они были маленькие по объему, были внешние размещения, то есть на Лондоне в виде депоситарных расписок, либо акции компаний, которые инкорпорированы в других юрисдикциях. Что касается нынешнего момента, то немного компаний заявляют о планах по IPO. Мы слышали про планы, в химическом секторе мы слышали про планы Метафракса, ну и, наверное, всего. Да, Метафракс, правда, сейчас вот тоже неопределенные перспективы. Ну, непонятно, когда это IPO состоится, но да, эта компания звучит. А что сдерживает его, в частности? Это лучший экспрессивный. Разные факторы. Ну, вы как, со стороны же вы смотрите, оцениваете, все-таки он в какой-то степени тоже мог бы составить конкуренцию, да, если бы сейчас вот тоже задумался о размещении. Ну, конкуренцию только, опять же, за внимание инвесторов, но тогда конкурентом является и одна крупная телекоммуникационная компания, которая размещается скоро. Именно так. То есть мы опять возвращаемся к тому, с чего начали. На рынке отсутствуют идеи. Идеи отсутствуют. Вот эта идея, кстати говоря, крупной телекоммуникационной компании, она все-таки, ну, если так позволите, неожиданной идеей она не может быть, потому что ее все давно знают, правильно? Она действительно... Все ждали, все хотели. Все на слуху, все ждали, все, да, да. А здесь вот, извините, там... Ну, с одной стороны, отсутствуют идеи, с другой стороны, когда... часто, когда ты приносишь идею, с другой стороны, появляется вопрос о том, что нет, ну, вот ограниченная ликвидность, мы опасаемся, мы боимся, мы лучше проинвестируем в какую-то более понятную историю, да, или во вторичный рынок тех компаний, которые, ну, которые уже существуют, которые уже понятны. Но понятно, что этот рынок, это определенный риск, наверное, вложение в IPO больше риск. Так, но если мы, опять же, если мы не будем этого делать, то никаких-то количеств инструментов, оно как-то не увеличится, само собой. Надо рисковать, надо инвестировать, надо проводить какой-то анализ, понятно, что кто-то, у кого-то один потенциал роста, у кого-то другой, ну, в общем... Не, ну, я с тобой согласен еще в какой-то смысле, мы все время говорим, а, ну, сейчас слово я более деликатное подберу, о, ну, специфичности нашего рынка, специфики точнее, да, там, у него вот так, а у зарубежных аналогов вот так, у него так. И, в частности, одна из проблем – это малое количество эмитентов, которые, в принципе, да, там, представлены на рынке, отсюда и у инвесторов тоже не особенно большой выбор. То есть, опять-таки, мы решаем-то еще с этой точки зрения, какую глобальную стратегическую задачу. Действительно, чем больше эмитентов, тем больше выбор, тем больше, соответственно, возможности для роста и пресловутые инвестиционные климы, в частности, он чем обусловлен-то? Тем более, вот эта идея, связанная с тем, что привлекать компанию малой капитализации деньги на IPO, она достаточно прочно, вот, по нашему мнению, укладывается в идею развития именно среднего малого бизнеса, где можно показывать очень неплохой рост. Дело в том, что вот эти идеи, которые предлагают правила equity фонда, да, стратегии, они неразрывно связаны с тем, что эти инвесторы будут участвовать достаточно тесно в текущем управлении предприятием, могут вмешиваться в этот вопрос. И вот на стадии бурного роста бизнеса, это скорее благо, то есть парадокс в том, что вроде бы есть команда, да, которая понимает, как бизнес четко развивать, но при этом должна привлекать к себе людей, которые имеют право в этой команде, ну, говорить, что делать, смешиваться с этим управлением, и в этом есть определенный риск, вот, а когда есть люди, которые себя зарекомендовали на этом рынке, которые понимают, как компанию выращивать, для них как раз это может быть, ну, таким интересным инструментом для того, чтобы дать бизнесу достаточно серьезный толчок для роста. Ну, правильно, потому что сторонний инвестор, как правило, смотрит только на одну цифру, он не не вникает, да, в особенности ведения бизнеса, он не всегда особенно заинтересован. Они чувствуют специфику, да, 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 конечно, он смотрит, есть показатели, да, условно говоря, доходность есть и нормально, а не доходность, ну, рассказывайте, что у вас там сейчас сезон, не сезон и прочие вещи, да, это мне неинтересно, это мне неинтересно. Хорошо, давай, значит, еще раз я хотел бы, вот, в принципе, времени не так много уже осталось, еще раз я хотел бы услышать, ну, прежде всего от аналитиков, да, представителей банковской структуры, давайте, какие задачи, какие задачи, какие цели ставите вы, прежде всего, перед собой, Денис, с тебя начнем, да, когда, вот, речь идет о том, чтобы полипласт размещался на бирже. Ну, основная задача, наверное, в том, чтобы провести успешное размещение и привлечь деньги для компании, но глобально, если смотреть на вещи, да, то рынок таков, что альтернатива с точки зрения инвестиций, следующее, есть компании малой капитализации, с высоким потенциалом роста, с низкой базой, да, которые, ну, на рынке инноваций инвестиций, которые представляют, там, интернет-компании есть, есть какие-то другие технологичные компании, но капитализация их слишком малая, они на ранней стадии развития. С другой стороны, есть основной рынок, рынок акций, и там, ну, там присутствуют понятные имена, большинство из сферы энергетика, Волангес и ритейл. Да, а вот в середине компаний, так, условно, средней капитализации для российского рынка, там, 200, 300, 400 миллионов долларов, здесь есть некий лак, который мы пытаемся заполнить. Мы хотим сделать предложение в этом сегменте, если оно пойдет, то, я еще раз говорю, это определенный индикатор для нас, то, что в этом рынке есть жизнь. То есть, оживить, оживить, вот, благородная задача. Ксюша. Да, и наша компания вообще специализируется на идеях малой капитализации, мы очень любим вот этих интересных малышей, скажем так, да, и на мой взгляд, действительно на них стоит обращать внимание, и да, есть риски, но понятно, что… Что риски есть всегда. Что риски есть всегда, да, и что если вкладываться в такие истории, в них надо разглядеть вот эту жемчужину тогда, когда другие еще не понимают, куда это пойдет, да, поэтому мы хотели бы тоже донести до наших клиентов и, в принципе, да, что такие идеи есть, и если они в них верят, то почему бы не вложиться в них. Ну и традиционно, все-таки, если упоминать эти термины, известные любому инвестору, риск, доходность, вот, об этом же в конечном итоге мы всегда говорим, правильно? То в данной ситуации соотношение, наверное, более чем привлекательное. Да, я все-таки повторю, что компания может показывать отличный темп роста, сопоставимый как раз с моим нелюбимым словом инновационными компаниями. Я думаю, после нашего эфира ты его уже полюбишь, оно не страшное. Да, оно войдет в мою активную речь, при этом показывая абсолютно достойный уровень рентабельности, поэтому здесь это говорит о прочности, о прочности данного бизнеса, и поэтому, на мой взгляд, вот эта кривая риск-доходность, которую мы все знаем по учебникам экономики, она все-таки смещается в более привлекательный угол. Угол, да, в сторону доходности, безусловно. Потенциал огромный, да, но то, о чем мы сейчас говорим, все-таки риски невелики. Риски невелики. Согласен, Денис? Нет, ну риски велики, это IPO, это акции. На нашем рынке. На нашем рынке, да, риски велики, но риски сопоставимы. О, вот это главное, риски сопоставимы. Радик, ну и, собственно, в финале программы еще несколько слов тебе буквально, как представителю, как руководителю полипласта. Ну, хотел поблагодарить уважаемую аудиторию, которая выслушала наше предложение. Вообще, нахожусь под влиянием обаяния вот этого привлекательного малыша, к сожалению, радиослушатель не видит это, как это звучит из Узксении. Да, да, да. Вот, ну, будем рады видеть в составе акционеров. Компания Полипласта действительно очень интересная. У нас живая команда, люди, которые верят, понимают этот бизнес. Мы достаточно, скажем так, вот, когда растили компанию, не боюсь этого слова, в 10 раз до 2004 года, набрали достаточно серьезный опыт, набили шишек. У нас есть все ресурсы, все задатки для того, чтобы этот раз продолжить. Поэтому welcome. Welcome. Спасибо. Спасибо огромное. Итак, друзья мои, значит, прежде всего, небольшой анонс. Какой политический путь развития выбирает Россия? На это другие вопросы Юрий Пронько. Сразу после выпуска новостей отвечает председатель Государственного дома Российской Федерации 2-го и 3-го созывов Геннадий Селезнев. Не пропустите. Сразу после нашего эфира. А я еще раз с удовольствием представлю сегодняшних гостей. В студии были Радик Фазлыев, исполнительный директор открытого акционерного общества Полипласт. В студии был Денис Никитин, начальник управления рынков капитала Промсвязьбанка. И в студии Ксения Арутюнова, аналитик Райман и Горсекьюритис. Значит, мы сегодня говорили о том, что на нашем отечественном рынке скудно до новых идей все-таки появляются, периодически появляются такие идеи. И вот одна из них сегодня была вам активно представлена. Это идея ближайшего размещения акций IPO Полипласта. Спасибо вам огромное за внимание, уважаемые слушатели. Сухой остаток в эфире Финам. ФМ. Я Олег Дмитриев. Успехов на рынке.